24 июля завершаются совместные маневры США и Армении Eagle Partner 2024. Тренировки в рамках подготовки к участию в миротворческих миссиях стартовали 15 июля. Учения Вооруженных сил США и Армении проходят уже не первый год, а формат Eagle Partner стартовал в 2023. Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения. В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах. Из сообщения Министерства обороны Армении в Telegram. Ещё в феврале 2024-го премьер-министр Никол Пашинян заявил о заморозке членства Еревана ВДКБ. А в начале июня США и Армения договорились перевести отношения на уровень стратегического партнёрства. Министр иностранных дел Арарат Мирзаян принял участие в недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Кремль на все эти новости реагирует нервно. К примеру, комментируя совместные манёвры Армении и США, представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в эскалации напряжённости и оскорбила бывшего союзника. Эти учения носят, а, плановый характер, и, б, регулярный характер. А в остальном здесь ничего нового нет. В Армении есть свои планы по военной реформе, по развитию своих вооружённых сил. И в этом наше сотрудничество с Западом и с такими ключевыми партнёрами, как Соединённые Штаты и не только. В рамках вот такой вот политики нужно это всё и понимать. Несмотря на то, что членство Армении в УДКБ заморожено, страна формально из организации не вышла. Однако ситуация может измениться. Премьер-министр Никол Пашинян уже не раз заявлял о вероятности полного разрыва отношений с Москвой в будущем. Он сам последние саммиты УДКБ проигнорировал. Нужна определённая осторожность и, скажем так, создание определённых подушек безопасности, чтобы этот краш-тест в ближайшем будущем не имел бы для Армении определённых фатальных последствий именно с позиции противодействия России. Углубляется и партнёрство Армении с Евросоюзом. Ереван и Брюссель начали переговоры о безвизовом режиме, что позволит гражданам Армении беспрепятственно путешествовать внутри Шенгенской зоны. Совет ЕС сообщил на своём сайте, что Блок решил начать переговоры с Ереваном о визах, а также предложил 10 миллионов евро в качестве помощи вооружённым силам Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян в своём заявлении сказал, это очень важная веха в углублении партнёрства между Арменией и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах. Из публикации агентства Reuters. По данным соцопросов, проевропейский курс страны поддерживает большинство граждан Армении. Центр анализа социологических исследований опубликовал данные за март 2024-го. Отношения Армении с Россией считают негативными 66% опрошенных. Для сравнения, в марте 2023-го такого мнения придерживались лишь 49% респондентов.